Добрый день! В этом видео я расскажу, как собирается зеркальная пирамидка. Её можно называть по-разному Mirror Pyraminx, Mirror Tower, но официальное название Mirror Magic Tower, так как она является зеркальной версией Magic Tower 3x3 от того же производителя. А Magic Tower, в свою очередь, это модификация классической пирамидки, у которой нет тривиальных уголков, но зато появились дополнительные элементы под названием центры, вместо которых у обычной пирамидки отверстие. Сборка зеркальной пирамидки, так же как и у Magic Tower, разделяется на два этапа. Сначала мы собираем её как обычную пирамидку, после чего переставляем центры. В отличие от цветной версии, зеркальная пирамидка потребует ещё разворота центральных элементов. Если присмотреться, на наклейках есть штриховка, которая на центрах может не совпадать с остальными элементами. Для полной сборки мы приведём в соответствии также направление этого рисунка. Так как зеркальная пирамидка одноцветная, ориентироваться здесь нужно не на цвета, а на форму. При перемешивании головоломка теряет форму правильного тетраэдра и получается что-то вот такое интересное. Подобная модификация есть также кубикоробика, называется Mirror Blocks. Также одноцветный куб, который при перемешивании теряет свою форму. Зеркальная пирамидка содержит три типа элементов. Это центры с одной наклейкой, ребра с двумя наклейками и углы с тремя наклейками. Одинаковых элементов по размеру нет, все они разные. Но у элементов одного слоя есть схожие параметры. Именно по ним мы и будем ориентироваться. Для универсальности первый этап мы рассмотрим на примере обычной пирамидки. Те, кто умеет собирать простую пирамидку, попробуйте выполнить это самостоятельно. И если получится, переходите сразу к сборке центров. Сейчас же я подробно объясню, как это делается. На классической пирамидке на первом этапе собирается красная звезда. Можно и другого цвета, но для определенности начнем именно с красного. Для этого для начала нужно повернуть тривиальные уголки так, чтобы вот эти цвета совпадали. Красный и желтый не совпадают. Значит, поворачиваем. Вот здесь красные совпадают. Можно добиваться совпадения любого цвета. Главное, если с одной стороны совпало, то ее со остальных тоже совпадет. Уголков в пирамидке четыре, поэтому такую процедуру максимум придется сделать четыре раза. Вот четвертый уголок. Далее нужно найти три красных угла. Один, второй и третий. Если поставить пальцы на эти три красных угла, то сейчас мы красного цвета не видим, но если посмотреть с других сторон, то там есть красные грани. Если головку держать именно так, то на той грани, которая оказалась сверху, должен быть красный цвет. Если мы повращаем эти угловые элементы, то красный цвет сюда повернется. Так. И вот так. И мы получаем красную звезду. А это и есть цель первого этапа. Также вместо того, чтобы искать три красных уголка, можно найти один, у которого красного цвета нет. И поместить его назад. Тогда грань, которая оказалась перед нами, должна содержать красный цвет. Также поворачиваем уголки на себя красным цветом. И получаем красную звезду. Есть два способа, выбирайте, какой нравится. На зеркальной пирамидке нет необходимости поворачивать ривиальные уголки. Поэтому сразу пытаемся разворачивать большие углы. Здесь нет красного цвета. Поэтому я рекомендую начинать сборку с самого широкого слоя. Так проще ориентироваться. Для начала нужно найти три самых крупных угла. Смотрим, вот такой есть уголок. Есть такой. Третий. И четвертый. Вот этот выглядит самым большим. Нужно найти еще два угла, у которых есть схожие параметры. Видим вот этот размер уголка наибольший. Вот у этого уголка есть такая же сторона. Так-то он уже, но высота у него такая же. Здесь тоже похож. Попробуем вот эти три угла повернуть в одном направлении. Смотрим. Вот ширина. И вот ширина похожа. И у третьего угла тоже. Если поставить пирамидку на стол, то она относительно ровно на нем находится. Так как это самые крупные элементы и ребра больше, чем эти углы выступать за грань пирамидки не могут. Если мы попробуем повернуть эти углы на какую-то другую грань вместе с четвертым углом, поставим вот так, то увидим, что пирамидка стоит неровно. И есть зазоры. Поэтому вернем на место. Широко, широко и здесь широко. Ну широко или высоко, определяйте как вам удобнее. Также можно было просто найти самый маленький уголок, отвести его назад и уже поворачивать крупные углы на эту грань. Но удобнее это делать не глядя на саму грань, которую мы собираем, а сбоку, чтобы видеть высоту вот этих углов. С первых попыток это не всегда понятно, но после нескольких сборок становится очевидным. И нужные углы сразу привлекают внимание. Вот крупный угол, вот этот похож и вот этот похож тоже. Развернем их на эту грань. Таким образом и сбоку посмотрим. Высота одинаковая, высота одинаковая, высота одинаковая. Ставим на стол. Все хорошо стоит. Ориентироваться можно и другими способами, но мне показалось, что так удобно. В итоге мы собрали звезду, которая должна была быть красной. Если смотреть на эту грань, то не очевидно, но на самом деле вот это вот равносильные ситуации. Сбоку становится понятней. Здесь углы одной высоты, здесь и здесь. На следующем этапе мы собираем первый слой. Для этого нужно красные ребра, а это элементы с двумя цветами, поместить на первый слой так, чтобы цвет нижней и боковой грани совпадал с цветом элемента. Для этого мы ищем наверху ребра с красным цветом. Помимо красного цвета есть какой-то еще. Мы поворачиваем верхнюю часть пирамидки до тех пор, пока второй цвет красного ребра не совпадет с нижними уголками. То есть вот здесь вот зеленые цвета совпадают. Если повернем сюда, зеленый и желтый не совпадают. Нам нужно, чтобы совпадало. Возвращаем сюда. Красное ребро и здесь зеленый цвет совпадает. Ребро располагается справа. Значит, для того, чтобы поставить это ребро на первый слой, мы поднимаем левый уголок, вставляем сюда ребро и опускаем левый уголок. Смотрим, что получилось. Зеленый цвет совпал, красный совпал. Ребро находится на своем месте. Если мы не будем совмещать второй цвет, к примеру, вот красное и зеленое ребро, мы понимаем, что нужно поставить его сюда и пытаемся точно так же его сюда поместить. Поднимаем, вставляем, опускаем. Видим, что цвета не совпадают. Значит, мы сделали неправильно. Нужно было вот этот зеленый цвет совместить с цветом угла. Если ребро находится справа, то мы поднимаем левый уголок, вставляем ребро и опускаем левый уголок. Давайте попробуем на остальных элементах. Вот у нас есть красно-желтое ребро. Вращаем до тех пор, пока у нас вот этот желтый цвет, второй помимо красного, не совпадет с цветом уголка. Желтый и зеленый не совпадает. Желтый и синий не совпадает. Желтый и желтый совпадает. Ребро находится слева, то есть зеркально предыдущему случаю. Значит, мы теперь поднимаем справа уголок, вставляем туда ребро и опускаем назад. Три движения. Проверяем, желтый и красный, все совпадает. Ищем дальше. Красные ребра на верхней части пирамидки. Вот у нас нашлось красно-синее. Синий цвет нужно совместить с цветом уголка. Мы видим, что рядом как раз находится синий уголок. Ребро справа. Значит, мы поднимаем левую сторону, вставляем туда ребро и опускаем левый уголок. Первый слой собран. Важно, чтобы получилось, что здесь вот полоска одного цвета. Синяя, зеленая и желтая. А здесь красная сторона. Если у вас получилось, что на верхней грани нет уже красных ребер, красная сторона как бы собрана, но вот этой полоски нет, значит, у вас нижняя грань собрана неправильно. Вот здесь хорошо, а вот здесь нет. В любом случае, если у вас кончились ребра на верхней части пирамидки, а нижняя часть не собрана, значит, ребра стоят либо не на своем месте, либо стоят неправильно. В данном случае, зелено-красное ребро стоит на месте желто-красного. Чтобы поставить его на свое место, нужно отсюда как-то извлечь. Для этого можно использовать простую комбинацию под названием пиф-паф. Делается она следующим образом. Мы опускаем правый уголок, опускаем левый уголок, потом поднимаем правый уголок и поднимаем левый уголок. Четыре хода. И у нас ребро поднялось, теперь его можно поставить на свое место. Здесь цвет зеленый, с желтым не совпадает, с синим не совпадает, с зеленым совпадает. Ребро находится справа, иначе поднимаем слева, вставляем ребро, опускаем. Теперь у нас наверху появилось еще желто-красное ребро, которое также нужно поставить тем же способом на место. И вот такой случай. Наверху красные ребра тоже кончились, но нижний слой не собран. Вот это ребро стоит на своем месте, но развернуто неправильно. Мы здесь также применяем комбинацию пиф-паф. Для того, чтобы поднять ребро наверх, опускаем правый угол, опускаем левый угол, поднимаем правый, поднимаем левый. Ребро поднялось, сразу совпадает с желтым цветом и уже известным алгоритмом ставим на свое место. Поднимаем, вставляем, опускаем. Первый слой собран. Также элементы можно ставить на первый слой при помощи пиф-пафа, который только что показывал. К примеру, есть у нас сине-красное ребро, и мы знаем, что его место вот здесь, между сине-красными углами. Ребро обращено к нам красным цветом, а значит цветом нижней грани. В этом случае мы можем не совмещать вот эти синие цвета, а сразу из такого положения сделать пиф-паф. Ребро находится справа, поэтому делаем пиф-паф, начиная с правой стороны. Опускаем правый угол, опускаем левый угол, поднимаем правый, поднимаем левый. И ребро стоит на месте. Аналогичный случай, когда у нас желто-красное ребро тоже должно находиться вот здесь, но оно располагается слева и красным цветом смотрит на нас. Мы можем не переводить его вот сюда, после чего делать три хода, а сразу с этого положения сделать пиф-паф. Но так как ребро находится слева, мы должны сделать пиф-паф левый. А именно, опускаем левый уголок, опускаем правый, поднимаем левый, поднимаем правый. Первый слой собран. На зеркальной пирамидке красный цвет так и не появился. Зато мы знаем, что на первом слое, там где самые крупные углы, должны стоять и самые крупные ребра. Их уже гораздо проще распознать на верхнем слое. Есть тут откровенно маленькие ребра. К примеру, вот это. Совсем маленькое, понятно, что оно не с первого слоя. И сразу заметны вот такие крупные. Можно даже найти самое крупное ребро. Вот это. Оно точно будет располагаться на первом слое. Самая широкая сторона ребер первого слоя не является аналогом красной на обычной пирамидке. А как раз является аналогом другого цвета. А значит, именно эту грань мы должны совмещать с углом и искать какое-то соответствие. Вот у нас крупное ребро. Вот эта грань шире. Поочередно подводим этой стороной ко всем уголкам первого слоя. Здесь видно, что не совпадает. Если совмещать, то зазор все равно остается. Да и грань располагается криво. Подводим к следующему. Совмещаем. Уже лучше. Плоскость сохраняется. Отличный кандидат. На всякий случай проверим третью сторону. Сюда подводим. И тоже хорошо. И даже лучше. Так бывает, что положение ребер не очевидно. Можем либо проверить еще раз. По всей видимости, вот это нужно. Возвращаем сюда. Выравниваем. И видим, что здесь все-таки какой-то зазор был. Поэтому не торопитесь. Лучше лишний раз проверить. Как только мы уже какое-то ребро поставим на место, станет легче. Получается, что здесь совпадение гораздо лучше. Ребро располагается слева. Значит, поднимаем правый угол. Вставляем туда наше ребро. И опускаем правый угол. Проверяем. Стало идеально. Ищем другие крупные ребра на верхнем слое. Есть, к примеру, вот это. Крупное ребро. И вот у него широкая сторона. Ну, здесь оно совпадать не должно. Так как нужное ребро уже стоит на месте. Проверяем следующий уголок. Здесь он явно не совпадает. На ощупь мы чувствуем зазоры. Подводим к следующему. Здесь все хорошо. На самом деле, правильное положение на ощупь гораздо очевиднее. Сразу видим ровную плоскость. Ребро опять находится слева. Значит, поднимаем правый угол. Вставляем ребро. Опускаем. Проверяем. А встало оно плохо. Значит, мы ошиблись. И ошиблись не в том, что нашли не то положение, а в том, что ребро в принципе не то. Оно короче, чем нужно. Оно близко по размеру, но маловато. А я напомню, что высота у всех углов первого слоя одинакова. И ребра должны иметь такую же высоту. Значит, нужно поискать другое ребро. Это можно тут оставить. Видим вот. Широкое ребро. Вот это широкая сторона. Именно эту широкую сторону нужно совмещать. Пробуем. Здесь плохо совместилось. Но если повернем сюда, здесь совмещаться не должно. Здесь нужное уже стоит. Значит, осталось место только здесь. Пробуем. Вроде гладко. Ребро находится справа. Значит, поднимаем левый угол. Вставляем ребро. И опускаем. Проверяем. На этот раз все в порядке. Продолжаем наши поиски. Это маленькое ребро. Это крупное. Это маленькое. Ну, значит, наш кандидат этот. Вот этой стороной нужно совместить. Ну, учитывая, что у нас осталось одно свободное место, очевидно, это тут должно и произойти. Все совмещается. Ребро находится справа. Поднимаем левый угол. Вставляем ребро. Опускаем. Проверяем. Первый слой собран. На положение центров пока внимания не обращаем. Также здесь можно пробовать собирать первый слой пиф-пафами. Причем можно сразу пробовать ставить ребро на место. К примеру, вот самое крупное ребро. Если его вот так вот опустить, то оно с углом будет полностью совпадать по двум граням. Это возможно будет проще отслеживать. А раз оно при таком наклоне совпало, значит здесь его и место. Если мы наклоняли слева, то нужно делать левый пиф-паф. Попробуем с другой стороны. Если мы опустим вот так, то с этим углом совпадает не совсем. Видны зазоры. Значит с этой стороны опускать не нужно. Возвращаем сюда. Делаем пиф-паф слева. Опускаем. Опускаем. Поднимаем. Поднимаем. Если удобнее делать так, то можно собирать пиф-пафами. Если же с верхнего слоя ни одно ребро не подошло, а их тут всего три, проверить можно быстро. Стоит поискать на нижнем уровне. Вот здесь стоит широкое ребро на своем месте, но не в правильной ориентации. И чтобы ребро развернуть на своем месте, мы также делаем пиф-паф. На цветной пирамидке это было и так очевидно, но на зеркальной можно запомнить, что после пиф-пафа ребро становится слева и отсюда его сразу можно в три хода поставить на свое место. То есть поднять правый угол, вставить ребро и опустить. Так мы разворачиваем ребро первого слоя на своем месте. Далее на классической пирамидке нужно собрать верхнюю часть. Для этого первым делом очень важно, нужно повернуть верхнюю часть таким образом, чтобы цвета уголков на одной грани совпадали. Изначально мы получаем в каком-то таком состоянии зеленый-синий. Не совпадает. Нужно, чтобы все уголки были одного цвета. И именно из такого положения нужно определять, какая ситуация у нас получилась. Всего возможно пять ситуаций. Но решаются они по сути тремя алгоритмами. Давайте рассмотрим их все. Первая ситуация как раз у нас сейчас здесь. Вынимательно смотрим на ребра. Вот желто-синее ребро. Оно не совпадает ни с этой гранью, ни с этой по цвету. С желто-зеленым не совпадает, синий с желтым не совпадает. Получаем, что это ребро, которое не совпадает ни с одной гранью. Смотрим дальше. Ребро зелено-синее. Зеленый цвет с желтым не совпадает, а синий цвет с синим совпадает. Это ребро не совпадает только с одной гранью. Ну и вот это ребро такое же. Всего ребер на верхнем слое мы найдем три. Одна сторона не совпадает, вторая совпадает. Мы должны взять пирамидку так, чтобы ребро, которое не совпадает совсем, ни с одной гранью, оказалось сзади. Далее мы видим перед собой, что с левой стороны все красиво, а с правой нет. Если неправильный цвет располагается справа, мы начинаем делать пиф-паф справа. Опускаем, опускаем, поднимаем, поднимаем. Сделали правый пиф-паф. Далее мы видим, что поднялось красное ребро. Надо его поставить на место. Поворачиваем, так чтобы синие цвета совпадали. И привычным алгоритмом, которым собирали первый слой, ставим это ребро на место. Оно справа, значит поднимаем слева, вставляем ребро и опускаем. Пирамидка собрана. Повторим для закрепления. Первым делом мы доворачиваем верхнюю часть так, чтобы цвета совпадали. Цвета уголков. Вот три синих уголка. На каждой грани они будут совпадать. Если вы будете определять ситуацию из такого положения, то пирамидку собрать не получится. Обязательно доворачиваем, чтобы цвета уголков совпадали, после чего определяем ситуацию. Это ребро совпадает одной гранью. Это ребро не совпадает ни одной. Это совпадает одной. Совсем не совпадающий элемент располагаем сзади. Далее начинаем делать пиф-паф со стороны неправильного цвета. Здесь вот справа зеленый на желтой грани. Делаем правый пиф-паф. Красное ребро поднялось. Совмещаем желтые цвета и ставим ребро на место. Пирамидка собрана. Также возможна зеркальная ситуация. Сначала доворачиваем верхнюю часть. Уголки совпадают. Проверяем. Одна совпадает сторона, вторая нет. Одна совпадает, вторая нет. Две стороны не совпадают. Вот это полностью не совпадающее ребро располагаем сзади. И видим теперь, что на синей грани неправильный цвет располагается слева. Это ситуация зеркально предыдущей. Сделаем тот же алгоритм, но начинаем пиф-паф слева. Опускаем слева, опускаем справа, поднимаем, поднимаем. Опять поднялось красное ребро, его нужно поставить на свое место. Совмещаем цвета. Ребро слева, поднимаем справа, вставляем ребро, опускаем. Пирамидка собралась. На зеркальной пирамидке следить за доворотом верхнего угла особенно важно, так как перепутать очень легко. Мы смотрим, здесь вот элемент такой ширины, наверху угол не такой ширины, если просто продлить вот эти линии. То есть сейчас верхний угол повернут неверно. Мы можем проверить и по второму углу. Это здесь такой широкий, а здесь уже. Вот эта ширина должна быть и здесь. Вот эта ширина должна быть здесь. Вращаем, получаем теперь тут ширина и тут ширина, тут и тут. Видим, что верхний угол чуть уже в каждом случае. Вращаем еще и вот здесь уже похоже на правду. Ширина этого угла с этим совпадает, так же как и здесь. Значит, вот это правильное положение, где все три угла на одной грани обращены правильной стороной. Ну, можем проверить остальные грани, тут тоже должно все совпадать. На всякий случай, чтобы быть уверенным. Далее проверяем совпадение ребер с нижними углами. Вот это ребро совпадает одной гранью, проверяем на ощупь. Вот этой гранью не совпадает, то есть совпадает на половину. Это тоже, одной совпадает, другой нет. Здесь несовпадения более ощутимые, чем при подборе элементов первого слоя. Тут же сразу видно, что ни одной гранью это ребро с углом не совпадает. Получаем одно ребро, полностью не совпадающее. Располагаем его сзади. Два других совпадают наполовину. Смотрим теперь на переднюю грань. С левой стороны все гладко, хорошо. С правой стороны ребро выступает. Именно справа мы начинаем делать пив-паф. Опускаем, опускаем, поднимаем, поднимаем. Далее лучше запомнить, что вот это вот ребро, которое поднялось, находится слева, если мы делали правый пив-паф. Поэтому отводим его вот сюда. Здесь все совпадает. И выгоняем на первый слой через левый угол. Получаем, что все ребра стоят на местах. Рассмотрим зеркальную ситуацию. Опять начинаем с того, что совмещаем верхний угол с нижними. Сейчас положение неправильное. Поворачиваем. Здесь положение тоже неправильное. Поворачиваем. Здесь все похоже. Дальше смотрим на ребра. Вот это ребро совпадает одной гранью. Второй нет. Вот это ребро сильно выступает над углом и не совпадает ни одной гранью. Располагаем его сзади. Смотрим на переднюю грань. С правой стороны все гладко. С левой ребро слегка утоплено. То есть оно по форме не совпадает. А значит именно с него мы начинаем делать пиф-паф. Пиф-паф слева. Опускаем. Опускаем. Поднимаем. Поднимаем. Ну здесь видно, что ребро появилось вправо. Отводим его налево. И через правый угол вставляем на свое место. У нас получается опять все ребра на своих местах и в нужной ориентации. Ситуацию, которую на классической пирамидке определить проще всего. Все элементы стоят на своих местах. Одно ребро полностью по цветам совпадает. А два других, несмотря на то, что на своих местах, но развернуты другой стороной. То есть зелено-желтое ребро стоит там, где нужно, но цвета наоборот. И таких ребер два. То есть два ребра перевернуты на своих местах, а одно ребро стоит правильно и цвета все совпадают. В этом случае мы также располагаем красную грань снизу. Неправильные ребра перед собой. И делаем следующую комбинацию. Сначала правый пиф-паф. Появилось красное ребро. Но на этот раз мы отводим его не сюда, а назад. Она вот здесь вот сзади оказалась. Теперь поднимаем левый уголок, вставляем туда ребро и опускаем. Пирамидка собрана. Повторим. Напомню, что уголок верхний с нижними должен совпадать по цвету. Доворачиваем. После этого определяем ситуацию. Два ребра на месте развернуты. Одно стоит хорошо. Два неправильных располагаем перед собой. Делаем пиф-паф. Отодвигаем красное ребро назад. Поднимаем левый уголок. Вставляем ребро. Опускаем левый уголок. Такая же ситуация на зеркальной пирамидке. Опять начинаем с того, что доворачиваем угол. Здесь смотрим. Вроде похоже. Проверяем по остальным сторонам. Тоже похоже. Осматриваем ребра. Ну, сразу бросается в глаза ребро, которое стоит на своем месте. И двумя гранями совпадает. Остальные два ребра не совпадают совсем. Ну, это как раз та ситуация, где одно ребро стоит на месте, а другие два тоже на своих местах, но развернуты другими сторонами. Берем вот эти неправильные ребра перед собой и выполняем нужный алгоритм. Правый пиф-паф. Опускаем. Опускаем. Поднимаем. 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 Отводим вот это ребро назад. Поднимаем левый угол. Вставляем ребро. Опускаем левый угол. Ребра собраны. Следующая простая в определении ситуация. Опять доворачиваем уголок. Зеленый и желтый не совпадают. Вот так совпадает. Мы видим два одинаковых цвета у ребер. Называемые глаза. И такие глаза будут на каждой грани. Неважно с какой стороны выполнять алгоритм. Главное, чтобы красная грань была снизу. Делаем следующие движения. Опускаем правый уголок. Верхний поворачиваем против часовой стрелки. Поднимаем правый уголок. Верхний опять поворачиваем против часовой. Опускаем правый уголок, верхний поворачиваем против часовой, поднимаем правый уголок. 7 движений мы поочередно опускаем, поднимаем правый уголок, а верхний всегда вращаем против часовой стрелки. Повторим. Глаза с каждой стороны, опускаем правый, поворачиваем верхний, поднимаем правый, поворачиваем верхний, поднимаем правый. Пирамидка собрана. Но не всегда с первого раза пирамидка соберется. Может быть такое, что вы сделаете эти 7 движений, опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем, поднимаем, а у вас ситуация особо не поменялась. Также пирамидка не собрана, также есть глаза на каждой грани. В этом случае нужно просто движение повторить. То есть делаем то же самое. Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем, поднимаем. Дело в том, что предложенный алгоритм перемещает ребра по часовой стрелке. Если вот это сине-желтое ребро перейдет вот сюда, то оно встанет не на свое место, и нам потребуется повторное применение. Но также можно сделать алгоритм зеркально, и с первого раза все получится. Как определить? Вот это ребро должно перемещаться вот сюда и становиться на свое место. Тогда делаем алгоритм справа. В нашем случае это не так. Но зато левое ребро, если переместить сюда, то оно встанет на свое место. То есть нужно движение против часовой стрелки. Также можно определять, если цвет вот этого уголка вот с этим цветом совпадает, то делаем правый алгоритм. А если этот цвет с этим не совпадает, то делаем левый. Делаем те же самые движения, но зеркально. Опускаем левый уголок, поворачиваем верхний по часовой. Поднимаем левый, вверх по часовой. Опускаем левый, вверх по часовой. Поднимаем левый. Проще, конечно, делать всегда правый алгоритм, либо один, либо два раза. Но выбирайте, как вам удобнее. На зеркальной пирамидке эти ситуации выглядят интереснее. Мы опять начнем с того, что проверим ориентацию верхнего угла относительно нижних. Вот это положение вроде нужное. На всякий случай по остальным граням. Совпадает. Совпадает. Дальше мы видим, что у нас ни одно ребро не совпадает по форме с углами нижнего слоя. То есть все три ребра стоят как-то не так. В первых трех случаях хотя бы одна грань какого-то ребра должна была совпадать по форме. Здесь же все три не совпадают. Но это те самые глаза. Если присмотреться, можно увидеть, что ребра на одной грани одной высоты. То есть вот эти два ребра составляют одну плоскость. Так же, как и здесь. Ну, центры нам мешают воспринять. Но на ощупь можно понять. Также можно заметить, что если повернуть на один оборот, то все ребра могут стать на свои места и правильно. Но при этом верхний уголок у нас повернут не так. Понятно, что в этой ситуации можно просто сделать правый алгоритм один или два раза. И у нас пирамидка в любом случае соберется. За исключением центров. Но также можно и просчитать. Давайте вернем на место. Верхний угол с нижними совпадает. И теперь обратим внимание. Если на цветной пирамидке мы смотрели на цвета вот этого угла и вот этого ребра, ну, с этой стороны, то здесь все одинаковое. Поэтому можем просто повернуть до совпадения. Если повернуть пришлось по часовой стрелке, то делать нужно правый алгоритм. Причем не обязательно возвращать на место. Можно делать из любого положения. Ну, для порядка давайте вернем. Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем. Опускаем, поворачиваем, поднимаем. Ребра собрались. Ну, здесь и центры встали на места, но это не обязательно. Если в подобной ситуации поворот по часовой стрелке не привел к тому, что ребра встали на свои места, то мы можем проверить поворот против часовой. Поворачиваем против и видим, что ребра на свои места встали. В этом случае мы применяем левый алгоритм, либо два раза делаем правый. Верну на место. Если делать два раза правый, то будет вот так. Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем. Опускаем, поворачиваем, поднимаем. Видим, не собралось Повторяем Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем Опускаем, поворачиваем, поднимаем Все ребра на своих местах и углы правильно ориентированы Также вместо этого мы могли сделать зеркальный алгоритм К примеру, видим, что поворот против часовой стрелки ставит ребра на месте А значит можно делать алгоритм слева Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем Опускаем, поворачиваем, поднимаем Также ребра и углы собираются Я показал все возможные ситуации при сборке ребер верхнего слоя Если вы получили какой-то иной случай, то проверьте Совпадает ли у вас ориентация верхнего уголка с нижними Обычно в этом причина Если нет, то доверните верхний уголок и вы увидите знакомые ситуации Переходим к сборке центров Напомню, как собираются центры на Magic Tower Мы находим два центра, которые нужно поменять местами Синий на синюю грань, желтый на желтую И сделать три пиф-пафа При этом два задних центра тоже поменяются местами Важно именно положение, из которых делать три пиф-пафа Если мы будем делать пиф-пафы из такого положения, когда перед нами зеленый центр, а снизу желтый Они местами поменяются, но грани не соберутся Важно, чтобы верхний центр шел вниз, а нижний центр вверх Делаем три пиф-пафа Один Второй Третий На зеркальной пирамидке ориентироваться сложнее Цвета центра все одинаковые, но разный размер Я нахожу самый большой центр Вот этот самый крупный После чего нахожу его место Понятно, что если вот этот центр, который поменьше, не поместился на этом месте Значит, это место не самое большое Выбирать нужно из тех мест, где центры утоплены То есть они маловаты Из двух вот этих выбираем самый крупный Предполагаю, что вот этот самый большой центр должен быть вот на этом самом большом месте Проверить можно легко Просто в один поворот прикладываем центр к этому месту И видим, что по форме он вот с этим ребром совпадает Значит, мы верно определили И вот этот центр нужно поставить вот сюда Нетрудно догадаться, что центр, который тут стоит, перейдет сюда И, скорее всего, встанет как нужно Закрепим Мы находим самый большой центр После чего из двух мест, где стоят маленькие центра Мы выбираем то, которое побольше Это вот крупное, но это еще крупнее И чтобы убедиться, можно дополнительно примерить центр Все совпадает Если мы примерим центр по другому месту То здесь он будет выступать Проверим еще раз Вот это место Все в уровне А значит, расположив наибольший центр перед собой И наибольшее место снизу Мы делаем три пиф-пафа Опускаем Опускаем Поднимаем Поднимаем Опускаем Опускаем Поднимаем Поднимаем И третий пиф-паф По форме Все собралось Форма головоломки собрана И на этом сборку можно было бы и завершить Но самые пытливые проверят еще направление штриховки на центрах Мы видим Здесь штриховка у центра горизонтально А на остальных элементов Она под наклоном Ну, так вот почти вертикально будет То есть не совпадает На этом центре Ситуация похожая Так направлена штриховка центра А вот так Штриховка остальных элементов На этой грани Штриховка всех элементов В одном направлении И осталась четвертая грань Здесь тоже все хорошо Стоит отметить Что углы и ребра В собранном состоянии Всегда будут иметь штриховку одного направления У них единственное правильное положение А центры могут быть развернуты на своих местах И наша задача Развернуть их в нужном положении Помимо собранного состояния Бывает всего три ситуации Когда у нас два центра Неправильно ориентированы Три центра И все четыре Рассмотрим их по порядку Для начала покажу алгоритм Который я использую для разворота центров Он не новый Те же три пиф-пафа Но нужно сделать из двух разных положений Покажу на цветной версии Делаем сначала три пиф-пафа И центры у нас перемещаются После этого Мы перехватываем головоломку Но делаем это так Чтобы уголки Которые у нас были в руках Там же и остались То есть уголок из правой руки Переходит в левую А из левой в правую И делаем еще три пиф-пафа Но если обратим внимание У нас вот эти центры Просто встанут на свои места Так как положение нужное Делаем еще три Один Второй Третий На цветной версии Все вернулось в свое положение Но на деле Вот этот задний правый Центр повернулся против часовой стрелки А задний левый Почасовой Передний и нижний Ориентацию свою не меняли При желании Этот алгоритм можно выполнять Без перехвата Делаем три пиф-пафа А после этого Делаем как бы обратные пиф-пафы То есть поднимаем вверх Поднимаем вверх Опускаем Опускаем Поднимаем Поднимаем Опускаем Опускаем Поднимаем Поднимаем Опускаем Опускаем Лично мне удобнее Перехватывать И делать Обычные правые пиф-пафы Но кому-то может быть Понравится и так Если у нас Неправильно развернуты Два центра Их нужно расположить Справа И слева Ну задней части пирамидки Перед нами И снизу Должны быть центры С правильной ориентацией Дальше нужно проверить Что вот этот Центр Нуждается в повороте Против часовой стрелки Мы видим Что сейчас Штриховка ориентирована Вот так Должна быть Вот так Если мы повернем Центр против часовой стрелки То встанет Как нужно С этой стороны Штриховка Вот так Повернем По часовой У элементов Как раз вот так То есть По часовой стрелке Поворот Нам поможет Если получилось так Что у вас наоборот Нужно просто Пирамидку Перехватить Причем Перехват мы делаем Точно такой же Как при выполнении Алгоритма Меняем положение Правого угла И левого Местами Вот так Смотрим Теперь Вот этот Центр Нужно повернуть По часовой стрелке Вот этот центр Против Нам так не нужно Поэтому Перехватываем Еще раз Проверяем Перед нами Собранный Снизу Тоже правильно ориентирован Справа Нужен поворот Против часовой Слева Поворот Нужен По часовой И выполняем Алгоритм Из шести Пифпафов Делаем Первые три Один Второй Третий Перехватываем Вот этот уголок Переходит В левую руку А из левой руки В правую И делаем Еще три Пифпафа Получаем, что Все элементы По форме Собраны Проверяем Направление Штриховки Здесь хорошо Здесь хорошо Здесь хорошо Ну и снизу Тоже правильно Теперь Зеркальная пирамидка Полностью собрана Рассматриваем Теперь случай С тремя центрами Один Ориентирован Правильно А три Остальных Неправильно В этом случае Можно даже Не смотреть Какой Куда И разворачивать Главное Перед собой Поставить Правильный И выполнить Тот же Самый Алгоритм Обычно Все три Нужно повернуть В какую-то Одну сторону Либо По чистовой Стрелке Либо Против Заодно Применение У вас Какой-то Один из Центров Станет Правильно И мы Получим Первый случай А именно Разворот Двух Центров А значит Если у нас Только один Центр Правильно Ориентирован Мы располагаем Его перед собой И делаем Тот же Самый Алгоритм Трепив Пафа Далее Перехват Вот этот угол И вот этот Меняем Местами Еще Трепив Пафа Форма Пирамидки Собралась Смотрим На ориентацию Центров Вот этот Ориентирован Неправильно Вот этот Правильно Вот этот Неправильно И вот этот Правильно Ну Этот Изначально Правильно Был ориентирован При перевороте Он просто Казался Снизу А значит У нас Центра Неправильно Ориентирован Этот И этот Один из них Который нужно Развернуть Против Часовой Стрелки Мы расположим Справа Другой Слева Вот этот Нужно повернуть По часовой Стрелке А значит Этот Нужно развернуть Против Да Действительно Штриховка Так Штриховка Так При таком Повороте Встанет Правильно Этот Должен быть Справа Сзади Другой Слева Сзади Из такого Положения Делаем Три Пиф-пафа Переворот И еще Три Пиф-пафа Первый Второй Третий Переворачиваем Пирамидку Делаем Еще Три При Перехвате Будьте Аккуратны И внимательны Если Перехватить Неправильно Можно Перемешать Всю Головоломку Проверяем Все Грани Собраны И все Центры Правильно Ориентированы Ну и Рассмотрим Случай Когда нужно Развернуть Сразу Четыре Центра Здесь Обычно Два Требует Разворота По часовой Стрелке А два Против Мне не встречались Случаи Когда нужно Развернуть Все центры В одну Сторон Но если Такие Были Возможны Я Также Сделал Известный Нам Алгоритм И получил Ситуацию С разворотом Трех Центров Которые Я показывал До этого В нашем Случае Мы находим Один Центр Который Нужно Развернуть Против Часовой Стрелки Другой Центр Который Нужно Разместить По часовой Этот Слева Этот Справа Оба Сзади И выполняем Алгоритм Три Пифпафа Делаем Перехват И еще Три Пифпафа Проверяем Форма Собралась Этот Центр Развернут Неправильно Этот Правильно Этот Правильно Ну и Нижний Как и задумано Неправильно То есть В нужное Положение Развернулись Два Задних Центра Теперь Повторяем Процедуру Находим Центр Который Нужно Развернуть Против Часовой Стрелки Вот этот Располагаем Его Справа А другой Неправильный Который Нужно По Слева И повторяем Алгоритм Три Пифпафа Делаем Перехват И еще Три Пифпафа Проверяем Проверяем Все Собрано Ситуация В которой Нужно Развернуть Только Один Центр Невозможно Да и Наш алгоритм Разворачивает Сразу Два Мы Рассмотрели Все Возможные Случаи Покажу Пример Сборки Для Закрепления Для начала Находим Три Самых Крупных Уголка Ну или Один Самый Маленький Этот Маленький Наверное Остальные Будут Крупные Этот Крупный Этот И этот Разворачиваем Их На одну Сторону Проверяем По Боковой Грани Тут Совпадает Тут Совпадает Тут Совпадает Поставим На стол Стоит Вроде Ровно Далее Большие Ребра Ищем Наверху Ну вот Самая Крупная Она уже По форме С углом Совпадает Сразу Поставим На место Проверяем Стоит Хорошо Дальше Вот Крупная И вот Это Давайте С этого Начнем Здесь По форме Не Совпадает Здесь Нет Здесь Совпадает Ребро Слева Значит Поднимаем Угол Справа Проверяем Все Хорошо Вот Еще Одно Крупное Ребро Вероятно Она должна Стоять Здесь По форме Совпадает Ставим На место Проверяем Первый Слой Даже Вместе Центром Собран Центр Еще Переместится Это Не страшно Далее Ну Я уже Вижу Что Ситуация С глазами Так Вот Все Ребра Стоят На местах Но Верхний Уголок Неправильно Ориентирован Ориентируем Его Для начала Правильно Вроде Похоже Проверим По остальным Тут Тоже И тут Тоже Теперь Определим В какую Сторону Доворот Ставит Ребра На место Доворот По часовой Стрелке Значит Делаем Правый Алгоритм Перемещающий Все Ребра По часовой Стрелке Опускаем Поворачиваем Поднимаем Поворачиваем Опускаем Поворачиваем Поднимаем Ребра Собраны Находим Самый Крупный Центр Этот Или Этот Ну вот Этот Крупнее Далее Самое Крупное Место Тут Или Тут Ну вот Это Больше Центр Ставим Перед Собой Место Внизу И делаем Три Пиф-пафа Форма Собралась Смотрим Теперь На Ориентацию Неправильно Ориентирован Правильно Правильно И вот Этот Неправильно Этот Центр Нужно Развернуть Против Часовой Стрелки Располагаем Его Справа Сзади Этот Правильный Где еще Один Вот этот Нужно По Часовой Стрелке Слева Сзади Стрелки 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 Как коллекционный Экземпляр Она Очень Даже Хороша Тренируйтесь И все У вас Получится А на этом Все Всем Спасибо Всем Пока